На страже благополучия общества этим людям покоряется огненная стихия. Евгений Евсин пришел в пожарную службу более 20 лет назад. Сейчас он является начальником новомичуринского филиала «Центр-112». Он получил награду за спасение детей на пожаре. Михаил и его команда приехали на тушение пожара пятиэтажного жилого дома. Жильцов пришлось эвакуировать. Детей выносили на своих руках. Спасатели признаются, за годы службы невозможно привыкнуть к чрезвычайным ситуациям. Всегда остается волнение, большей частью за людей. Каждый выезд – это все новое. Однообразных пожаров нет. Это все разные пожары получаются. Что трава горит, что дома горят, что какие-то установки горят. Это все разное. Каждый раз волнение, каждый раз обдумываешь, каждый свой шаг. Только за последний месяц в Рязани произошло два крупных пожара на заводах. Спасатели мобилизовали все силы и справились с поставленной задачей. Сейчас в регионе работает более двух тысяч пожарных. Ежедневно на сутки заступают до 350 человек. Для спасения людей и тушения пожаров используется новейшая техника. Конечно, сейчас у нас на вооружении стоит новая техника, новые технологии, высотные подъемники, другие средства спасения людей. Но, конечно, в первую очередь для нас важны это сами пожарные, спасатели, люди тылового обеспечения, финансового и другого. Все, кто работает для того, чтобы своевременно, в короткие сроки прибыть на помощь людям. Даже в свой профессиональный праздник Сергей Филиппов волнуется за благополучие людей и призывает быть осторожными. Наступил пожароопасный сезон, что необходимо своевременно реагировать на загорание, на задымление. Ну, а наш телефон, как обычно, 101 по мобильному и 01, и мы всегда придем на помощь. На торжественном собрании в честь дня основания в Рязани пожарной охраны лучшие работники получили заслуженные награды. А у тех, кому присвоили очередное звание, засияла еще одна звездочка на погонах. Мария Руда и Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».